здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика у меня мы вяжем такой вот интересный карман кто не хочет заморачиваться карманом даже не смотрите потому что заморочиться придет придется но зато у нас будет цель навязанный вот на готовой детали мы его привяжем так что нам не придется пришивать вот первым делом я первый как бы карман у меня уже готов я определяла таким вот образом вот когда я сложила пополам да вот здесь вот у меня середина вот у меня передняя деталь и я визуально нарисовала себе вот так вот карман должен быть да вот просто чисто визуально и по вот этому принципу я делала первый карман второй же карман то есть все вот эти действия просто визуально смотрела второй карман я посчитала сколько у меня от кармана к среднему шву 2 3 4 6 7 8 9 10 20 петель у меня и здесь вот между петлями я беру иглу с нитью и между петлями смотрите одну я захватываю ниточку одну оставляю одну захватывая одну оставляю за иглой так вот я между этими петлями продвигаюсь видите одна остается здесь одна остается здесь чередуем и так вот я опускаюсь на 30 рядов здесь у меня узелок ну да и пусть будет здесь вот так вот подтягивайте чтобы было свободно чтобы вот это было видно хорошо нам это потом поможет и вот так вот я продвигаюсь очень аккуратно чтобы все у нас было правильно да чтобы нигде не пропустить никакую ниточку перемычку вот потому что они мы будем скреплять и от этого зависит насколько ровным будет карман и насколько красивыми ровным вот так вот мы продвигаемся 30 рядов посчитаю я вот здесь вот вот 30 60 вернее ряду здесь тут у меня теперь мне нужно я повара учатся передвигаюсь вот так вот на изнаночную сторону потому что здесь не будет проще на изнаночной стороне здесь теперь мне нужно нарисовать карман сторону вот сюда и здесь я буду передвигаться вот я надеюсь вам видно между рядами да вот это здесь уже не важно сколько как бы тут важно только обозначить вот эту вот правильную линию начало ряда но как бы не важно попасть и я хотела сказать каждую петлю но все равно нам нужно отсчитать будет 30 петель немного продвинуть хотя наверное надо было сразу все таки считать но ничего не смотрите с какой стороны вам удобнее так значит раз два три четыре пять шесть восемь девять десять девять 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 двадцать четыре пять пять шесть восемь восемь пять восемь девять тридцать сейчас я туда просто передвинусь 30 петель я отсчитала в бок, там было 60 рядов, а здесь у меня 30 петель, и вот сейчас я опять возвращаюсь на вот эту вот сторону, сейчас я вам покажу визуально, вот видите, я просто здесь обозначила начало ряда, и теперь я снова точно так же, видите, через одну ниточку. Передвигаюсь вверх. Вот здесь вот по боковушкам, очень важно вот это, чтобы не потерять ни одну нитку, сейчас вы поймете почему, потому что это нам очень нужно. Тут до конца не нужно, в боковухе, потому что карман у нас будет вот так вот, вот и достаточно, девчонки, что я делаю дальше? Я беру пряжу, еще понадобится крючок, вот, вязать мы будем отсюда, сюда, но с этой, с противоположного конца, мне нужно протянуть ниточку наизнанку. Вот таким вот образом, да, здесь она у нас, делаем первую петлю, вот так вот я просто завяжу узелок, и первая петля у нас есть. Теперь, здесь тоже аккуратно, у нас должно быть из каждой петли вывязана одна, вот она, первая моя, я продеваю крючок туда, хватаю за вот эту вот петлю и протягиваю ее. Здесь у меня нить, вот она, на пальце, здесь будем вывязывать отсюда, вытягивать, из каждой петли, вот, хватаем мы ниточку, петельку. Просто вот эта нить белая, нам служит ориентиром, чтобы мы не залезли вверх или вниз, вот таким вот образом, я вывязываю 30 петель по нижней линии кармана. Аккуратненько, не спешим, медленно, но уверенно. Таким вот образом, поэтому у меня один уже связан, я все это прочувствовала, испытала, испробовала, и теперь показываю вам. Я же говорила уже в прошлом видео, я не знаю, есть ли этот способ такой, что, возможно, существует какой-то попроще способ, чтобы не пришивать и не вязать одновременно. Я не знаю, ну, в моей голове нарисовался вот такой вот, девчонки. А вообще, я планирую, у меня есть пару книжек, там, из рассылки, вот, неплохих таких, с основами. Да все, нет времени, так мне хочется их прочитать, очень много там дельных советов, но некогда мне за них взять, да что такое, глядя. Так, дохожу я до края, все петли остаются у нас на крючке, вот видите. Крючок, конечно, нужен, ну, хотя, любой подойдет, я вот держу с этой стороны рукой их, чтобы они не слетели. Я уже заканчиваю. Все, девчонки, теперь, что я делаю, я, конечно, пересниму на спицы. Это все дело, теперь я буду вязать спицами, крючок мне, пробовала я, это все вытаскивать, спицами неудобно, потому что ты и так не видишь ничего, эту нить, и вот это все. Сейчас я пересниму, все вам покажу, ну, как это выглядит, вот они мои 30 петель. И это нижняя, как бы, линия кармана, да, теперь мы будем вязать вверх, присоединяя к основной детали все это дело. Вот поэтому нам нужна эта нитка в начале, вот сейчас ее подтяну, и теперь этой нитью я буду вязать. Так, изнаночный сейчас ряд, и присоединять к боковушкам. Последняя петля, когда у нас остается последняя петля, мы ее оставляем пока на спицах, а здесь ищем следующую, вот, которая поверх вот этой ниточки, да, видно вам там, вот, мы ее поднимаем и одеваем на спицу. И теперь провязываем изнаночной петлей, это в изнаночном ряду, вот здесь вот у меня. Все, провязала я изнаночной петлей, работу поворачиваю и вяжу лицевой ряд. То есть цеплять я буду в каждом ряду, вот за ту ниточку, почему я говорила, что очень важно соблюсти вот эту очередность, да, через одну пройдите иголочку, а эта нить белая нам показывает, именно вот эту вот хорошо показывает ниточку. Так, последнюю петлю не довязываю, и здесь у меня будет то же самое, находим ее, вот я ее нашла, одеваю на левую спицу, возвращаю вот эту вот, и провязываю лицевой, в лицевом ряду лицевыми петлями, в изнаночном ряду изнаночными петлями. Изнаночный ряд. Так, последняя петля, изнаночная, у меня остается, я, смотрите, вот где была предыдущая, теперь вот она, следующая, видите, одеваю и провязываю 2 петли изнаночной, потом эта белая нить мы ее уберем, вот поворачивая то же самое на лицевом ряду, в изнаночном ряду вяжем последнюю, с этой поднятой изнаночной петлю, в лицевом ряду лицевой в конце, не запутайтесь. Так, последнюю здесь, в лицевом ряду я просто переснимаю, видите, вот она, да, вот она следующая, я ее поднимаю и провязываю вместе лицевой с последней петлей. Вот таким вот образом мы будем вязать и передвигаться вверх, поднимаясь на рядочек, здесь вот у меня эта петля, я ее потом закреплю, видите, она тут выглядывает. вот, я вяжу далее, прикрепляю вот с обеих сторон, карманки изделия, вот таким вот образом, девчонки, мы продолжаем ровно до половины, если у меня здесь 60 рядов, вот отсюда 60 рядов, то сейчас я в половине, ровно от половины, я начинаю делать вот этот скос, то есть теперь я буду вязать, присоединять только здесь вот, а здесь я буду просто вязать поворотными рядами и делать сокращение для скоса, таким вот образом. теперь я уже в изнаночном ряду просто буду провязывать, здесь после кромочной петли я вяжу 2 изнаночные, то есть провязываю 2 петли изнаночной, вот, далее вяжу, эту сторону я делаю, продолжаю присоединять, а эту сторону вяжу ровно, вот, если у вас второй карман, то с этой стороны вы сокращаете, а с этой присоединяете, ну, чтобы было соответственно, ну, это видно, девчонки, где надо присоединить, а где надо соединить, то есть это левая у нас штанина, на правой штанине вы эти сокращения будете делать в конце ряда, а здесь у нас в начале ряда, да, чтобы не понятно было, так, здесь я продолжаю, вот она, видно, да, петелечка, я ее поднимаю, присоединяю, а вот изнаночный ряд вяжу уже просто поворотным рядом, без присоединения, и так до верху мы вяжем, так, вот, смотрите, в конце, где у нас были две вместе, я провязываю эту петлю лицевой, и кромочную, и изнаночную, все, больше я здесь не присоединяю, а здесь снова я привяжу две петли вместе изнаночной, то есть это у нас будет продолжаться вот такой вот скос, здесь присоединяем и вяжем совсем до верху, так, вот, если смотреть, видите, я уже довязала до верху, сократила всего я 16 петель, и уже присоединилась к последней, видите, к последней петелечке, теперь я удаляю эту нить, просто вытаскиваю, все, больше она нам не нужна, и нам осталось присоединить, присоединить, вот такой вот, видите, у нас карманчик, нам осталось присоединить вот это все к основному вязанию, это мы делаем таким вот образом, так, и теперь я вяжу основное вязание, вот это вот у нас кармашек остался на спице, а я вяжу, если у меня изнаночный ряд, то изнаночный, если лицевой, то лицевой, там, по-моему, на второй штанине, это будет в лицевом ряду, вот я приближаюсь к месту соединения с карманом, ой-ой-ой, так, еще одна петля у меня отсюда, теперь, что я делаю, вот эта ниточка, которая у нас была от кармана, я ее привязываю вот здесь вот, закрепляю, продеваю сюда, теперь у нас идет само соединение, с этой спицей я сняла петлю и присоединяю ее, ой, сюда, ой, мамочка, одеваю ее на первую спицу и провязываю две петли вместе, то есть одна петля со спицей, где находится карман, одна петля со спицей, где основное вязание и провязываю вместе. Субтитры создавал DimaTorzok последняя петля, все, ряд довязываю до конца и в принципе все, осталось нам только пояс, все, девчонки, вот такой у нас сегодня карман, еще, конечно, ВТО, с идеальными формами, с идеальными линиями, ничто, нигде у нас не перекосило, не уплыло, все у нас ровненько и красивенько, правда же, классный карманчик, все, на сегодня все, девчонки, на гамашах хотите вяжите, хотите не вяжите, ваше дело, можно его использовать на джемперочках детских, легко, только вот это вот в процессе, вы потом, как бы, в половине вязания, да, вы потом это все проденете, оденете на центральное, ну, на основное вязание, вот, все, на сегодня все, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока-пока! Спасибо!